Всё! Собирай его! Шапка пошла к бабушке! Ах! Не суетись! Ты сразу на лбу напиши, я разбойник! Он со мной не пойдёт? Ты что, эти зубы перевязал, а? Да и кто тебе есть, ты её заставляет, шапку-то ест! Уж на это я не рассчитываю! Ничего от вас не прошу! Посадите её в мешок! И мне принесите! Уж я знаю, что с ней сделать! И что в дочек делали? Ложи свою кроватку поудобнее, да? Я тебе сейчас сказку расскажу детскую, для самой маленького возраста. Да, про девочку. Девочка, шапку носил. В дочек, Диана, ну гадай, какого цвета? А? Правильно, красный шапочка, да. У тебя штанишки сухо? Страшная сказка, мокрый будет. Ой, я когда слушал, маленький всегда мокрый был, да? Жил-был девочка. Шапку всё время носил, никогда не снимал. Даже когда в баню ходил. Не знаю, может, клятву такую давал, да? Один он жил со своей мамой. Без папы. Всё вместе разведённый сирота называется. Очень бедно жил. Один, однокомнатная избушка без лифта. Да, бюджетник, да. И вот однажды красный шапочка на улице игрушки играл. А мама в это время на печке лаваш испёк. Лепёшка такой. И как закричит, шапочка, шапочка! Засунь свою игрушку знаешь куда? В ящик. Иди навести бабушку, лаваши отнеси. А то уже умер, наверное. Давно. Ну, красный шапочка игрушка свою убрал. Корзинка лаваш положил. И пошёл. Босиком. Да, бедный был. Из обуви только роликовые конки был, да. Один раз маму попросил, купи новые ботинки. А мама говорит, молчи, ты ещё конки не сносил. И вот идёт красный шапочка по лесу, да. Весёлая песенка за обе щёки свистит. И вдруг перестал идти. Потому что большой лепёшку увидел. Нет, не тот лепёшка, который корзинка нёс. А тот лепёшка... Ну, который бывает, когда скушает тот лепёшка. Да, внучий джан, очень большой лепёшка. Наверное, медведь. А волк из-за пазуха кустов выходит. И говорит, нет, это не медведь, это я, волк. Пошутил. Испугать тебя хотел. Ну, а красный шапочка говорит, здравствуй, волк джан. Где был, опять на тюрьме сидел. А волк джан говорит, а сам-то что? Опять через границы контрабанды бабушка лепёшка несёшь? Хочешь я тебе за один процент откусить? Помощь гуманитарную сделаю. Эта тропинка пойдёт, чтобы пограничник отвлекать, а ты другой тропинкой пойдёшь. Счастье на свой красный башка найдёшь. Ну, красный шапочка, конечно, подумал, чем Бог послал. И согласился. И пошёл по длинной тропинке. А волк зайцем на подвесной трамвайчик поехал. В общем, к избушке он первый пришёл. Двер так тук-тук постучал, а бабушка из избушки ему говорит, кто-кто теремошка стучит, кто-кто звонок, блин, нафиг на глаза не видит. А волк Джонни говорит, нет, это не я, не волк. Это он, твой внучка пришёл. Очень свежий мясной лепёшка с маком. Ванильный тебе принёс. А бабушка говорит, а-а-а, тогда давай дёргай отсюда, за верёвочку. Ну, волк за верёвочку дёрнул, дверь вошёл, избушка, бабушка из койка вынул. Щас мог прибудет. Сколько вынул, между два хлеба положил, соль посолил, зелень позеленил и скушал. Гнучек Джонни весь скушал, ногами вперёд. А в это время красная шапочка, длинная тропинка, 92 километра по целе нашёл. Вольском. Приходит устал очень. И звонок позвонил, а волк хитрый. Второй порции тоже хочет. Очки бабушкин минус три надел, на койку лёг и говорит, а-а-а, какой хороший день. Самый мой любимый и толстый внучка пришёл. Заходи скорее, внучка, ножки разувай, шапочка снимай. Щас будем чай пить с тобой, с сахаром и с лимоном. А красная шапочка ему говорит, бабушка, бабушка, а нафиг у тебя такой волосатые руки? А волк Джонни говорит, а это чтоб тепло, когда отопление отключают. А красная шапочка тогда говорит, бабушка, бабушка, а зачем ты такие большие уши? А волк говорит, а это чтоб ты два раза по телефону не повторял. А тогда красная шапочка говорит, бабушка, бабушка, а вот такие большие во рту это у тебя зубы или жалюзи и когда символ овощем по голове и убил нечаянно а потому что долго шел чертой совсем стал и говорит вот так волк джан это ты не ты меня это я тебя проглотил потому что мой бабушка никогда до грязной ботиков койка не лез а бабушка издохлый волк и говорит а где здесь выход по красный шапочка говорит не знаю выходи откуда бы не будет ну бабушка откуда бы не будь вышло и говорит если это шкура волк задим 500 рублей деньги нам будет а дохлый волк говорит 5 лет тюрьма вам будет за незаконного охоту а красный шапочка говорит молчи волк джан а то в шкаф к мол тебе посажу хищный насекомый птичка такой за два день весь лисы будешь тут охотники пришли говорят дайте нам этот волк мы вам 500 рублей дадим и взяли его за решетка зверски турма садить зоопарк называется а красный шапочка с мамом разбогатели пекарни открыли мерседес купили и замуж вышли то мама вышли замуж за мужичок с ноготок красный шапочка за мальчик с пальчик а папка за дед пикто ну что заснул ну чик джан молодец тут и сказочки конец а кто больше клопа тот самый большой молодец спасибо пожалуйста бачуя